Приветствую вас! Итак, я не знаю, что мне делать и как быть. Что делать, чтобы что? Анна, ну что... Ответится тебе на этот вопрос. Что вы хотите делать? Вы хотите делать, чтобы что? Вот. То есть у вас есть какие-то... предпочтений, у вас есть какие-то желания, у вас есть какие-то, вообще, ориентиры, которые могли бы как-то направить вас туда, куда вам хочется, например. Вот. А, то есть тут, конечно, вот, нужно обязательно разобраться, кстати. Вот. А то, согласитесь, несколько странная получается история, что делать и как быть, спрашиваете вы, а как быть, чтобы что и что делать, чтобы что, вы не говорите. Понимаете? Вот вы пишите, значит, что живёте женатым мужчиной. Женатым мужчиной вы живёте. Казалось бы, да? Вот, казалось бы. Если вы живёте женатым мужчиной, то, наверное, наверное, это ваш выбор. Да? Вы говорите, я живёте женатым мужчиной, мне кажется, он меня обманывает и просто пользуется. Это так. Это так. Мужчина, действительно, скорее всего, вас обманывает и, скорее всего, вами пользуется. Почему? Почему так происходит? А потому, ответ, по той простой причине, что вы сами, вы сами согласились быть с ним. Несмотря на то, что он женат. Возникает вопрос. А чем же тогда был обусловлен ваш выбор? Его. То есть, ну, вот вы выбрали мужчину, вы выбрали его, значит, выбрали с ним своё совместное проживание, да? Вот. И так далее. Для чего? Чего вы ожидали? Чего хотели? Рассчитывали на что? Что он уйдёт, там, например, вдруг уйдёт к вам окончательно? Что он, грубо говоря, разведётся с той женщиной, в которой он сейчас находится, в отношениях. Он бы может быть и развёлся бы, если бы вы его не приняли. А вы его приняли, и смысл ему разводиться теперь. Когда вы у него есть, вот, уже, вами он может пользоваться, ну, в смысле, использовать вас так, как ему хочется, например. И всё. Зачем что-то ещё делать? Дальше. А вы говорите, что, значит, вам кажется, что он вас обманывает. Хорошо. Если вам кажется, что он вас обманывает, то должны быть какие-то для этого, ну, проявления. Должны быть какие-то проявления того, что он вас обманывает. Должны быть какие-то факты его, его обманывает. Вас. Понимаете? Ну, чтобы это не было, знаете, чем-то таким голословным. Вот. А значит, нужно выявить, в чём именно он вас обманывает. Что он вам обещал и что не сделал. Например. Что навело вас на мысль о том, что он может вас обманывать. Вот об этом и подумайте. Дальше. Следующий важный момент. Это момент, момент о том или момент такой, что, ага, вы сами, ещё раз повторю, сделали выбор с ним быть, с ним жить и так далее. Обязательно подумайте на эту тему, обязательно подумайте на тему того, как вы сами способны эту ситуацию разрешить. То есть, что вы сами можете сделать в этой ситуации конкретной. Вот. Потому что сейчас у вас такая, значит, позиция, сейчас у вас такая, такой настрой, да, что вы как бы жертва. Вот. То есть, в этой ситуации вы как бы жертва. Вот. Хотя, жертва это полная безответственность. То есть, полное исключение своей собственной ответственности за то, что, значит, ну, за то, что касается вас. Да. По сути, делал свою жизнь. Вот. Поэтому, не он вас обманывает. Да. А, грубо говоря, вы позволяете ему это делать. А, грубо говоря, вы позволяете мужчине себя обманывать. Почему? По какой причине? Ради чего? Это большой вопрос. Ну, и по общему правилу, как правило, женщины живут женатыми, мужчинами и встречаются с ними, когда у них есть определенные, значит, трудности с самооценкой, определенные трудности с принятием. Себя, да. И есть, значит, проблема потребности в любви. Вот. Которые, собственно говоря, тоже практически никак не реализуются. Вот. Практически. К сожалению. К сожалению. К сожалению. Это то, что можно вам сказать. То, что можно вам, значит, ответить. Если вы считаете, что мужчина вас обманывает, если вы считаете, что мужчина ведет себя по отношению к вам как-то негативно, неподобающим образом, вот, то сразу нужно подумать о том, а почему я с ним? Вот. А для чего я с ним? А зачем я с этим человеком? Вот. Сразу нужно подумать примерно в этом ключе. И если вы подумаете примерно в этом ключе, то я полагаю, что вам, значит, самой будут многие вещи. Понятно. Вообще, мне показалось, что свой вопрос вы задаете больше именно эзотерикам. Потому что у вас есть фотография, ну, то есть вы выложили фотографию. Вот. А фотография, в общем-то, психологов не интересует, как таковая. И опять же, этот факт, тот факт, что может быть вы ищете нереального решения проблемы, да, а ищете легкого, ну, легкого, легкого пути, легкого выбора. Из, эм, ситуации. Вот. Вот этот факт, эм, тоже вполне может свидетельствовать о том, что вы не готовы. Эм, вы не готовы пока еще, эм, что-либо менять в своей жизни. То есть вы не готовы брать на себя ответственность, не готовы отвечать за, эм, свои действия. То есть не готовы, эм, не готовы как бы сказать себе, что вот, эм, есть я, да, есть я, вот она я. И у меня вот есть, эм, такой выбор. Я выбрал себе юнатого мужчину для того, чтобы, далее, меня обманывают. Я, эээ, понимаю, в чем меня обманывают. Вот я отвечаю себе на вопрос, эээ, значит, значит, эээ, в чем именно меня обманывают, да, в чем конкретно меня обманывают. Вот. И я, эээ, стараюсь это, например, изменить, допустим. То есть я это меняю. Вот. Либо я это меняю, либо я это оставляю, вот, эээ, собственно, эээ, все как есть. Вот. Но это уже в таком случае. Если я оставляю все как есть, эээ, это в таком случае же мой выбор. И вопрос заключается в том, отдаю ли я себе отчерк в том, что это мой выбор. Отдаю ли я себе отчерк в том, что эээ, я его делаю. Эээ, готова ли я, эээ, например, платить, платить за него, за свой выбор. Готова ли я отвечать за него, за свой выбор, за свои решения. Вот. Понимаете? Вот это, пожалуй, эээ, то, эээ, значит, ну, о чем вам нужно подумать. Потому что это напрямую зависит от, эээ, от вас. Это, это то, что касается вас напрямую. Опять же. Да? Вот. Ну и, соответственно, эээ, как быть и что делать, зависит от ваших желаний. То есть, если вы, эээ, в принципе, эээ, готовы, эээ, мужчину принимать, да, таким, каким вот, как он есть, если, если вы, эээ, готовы его принимать, эээ, значит, ценить, то, что он делает. Вот. Если вы, эээ, опять же, любите его, то я полагаю, что, ну, здесь, эээ, вариантов, на самом деле, эээ, не так уж и много. То есть, здесь вам нужно просто принять мужчину, раз уж вы, ээээ, согласились, эээ, с ним, на такое вот проживание, да, на, ээээ, проживание именно, эээ, женатым. Вот. И вряд ли вы можете прямо устребовать от него, эээ, на данный момент, того, чтобы, чтобы он, там, разводился. Там, потому что, если вы согласились жить с ним, эээ, с женатым, то он, эээ, скорее всего, достаточно негативно воспримет тот факт, что вы будете от него больше пребывать. То есть, вы тут, эээ, сразу же уйдёте, эээ, ну, в позицию, эээ, жены. Знаете, какая история будет. Вот. Поэтому это тоже нужно учитывать обязательно. Вот. Вы можете, эээ, посмотреть, эээ, более внимательно, ээээ, понаблюдать за мужчиной. Вот. Вот. И, ээээ, подумать, например, что ему нужно, эээ, подумать, чего он, эээ, хочет, чего бы он хотел вообще. Вот. И, ээээ, постараться это ему дать. Вот. И, может быть, может быть, мужчина тогда решит однажды, ээээ, связать с вами свою жизнь. А может быть, может быть, и не решит. Но вы, коли уж, эээ, решили связать свою жизнь с несвободной, ну, вы должны быть к этому готовы. Если вы не готовы к этому, ну, вот это уже вопрос к вам, да, вопрос выбора, возможно, ээээ, подсознательный страх за мужество, либо установка, что вы недостойны быть, например, счастливой, что вы недостойны быть, например, счастливой. Ээээ, ну, допустим, 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 вы недостойны быть, ээээ, единственной, ээээ, женщиной, ээээ, значит, ну, вот, для своего мужчины и так далее. То есть тут вариантов, конечно, ээээ, довольно много. И какой из этих вариантов ваш, ээээ, это, ну, гадать, именно гадать? Ээээ, честно, честно, честно говоря, ээээ, не очень, не очень хочется, не очень, а я считаю, правильно. Вот, тут, опять же, вопрос в том, ээээ, готовы ли вы работать над собой. Вот. То есть вот с какой целью вы задали свой вопрос, да? Вы задали свой вопрос, ээээ, с целью что-то поменять в своей жизни, например, если так, то это одно, одно, и это здорово. Если вы, ээээ, хотите просто погадать, это другое, но вы обратились, эээ, тогда не совсем по адресу, потому что психологи, как я уже сказал, не гадают. Вот. То есть, ээээ, подумайте, подумайте, что вам, что вам нужно. Подумайте, чего, чего, чего бы вы хотели. Вот. И уже исходя из этого, можно будет, ээээ, что-то вам рекомендовать. Уже исходя из этого, можно будет, эээ, что-то вам, эээ, предлагать. Уже исходя из этого, можно будет, эээ, говорить о выработке, ну, какой-то стратегии, эээ, решения проблемы, да? Вот. А, пока, пока это, просто вот, эээ, жалоба, да? То есть, вы, вы, как бы, пожаловались, ну, вроде бы вам стало легче, ну, а ситуация, она, эээ, какой была, она, в общем, такой и останется. Потому что, еще раз повторю, эээ, ваш мужчина, вашему мужчине, ээээ, невыгодно, эээ, что-либо менять, да? То есть, он не будет что-либо менять до тех пор, пока вы его не начнете стимулировать на перемен, на перемен. Вот. А стимулировать его на перемены, эээ, вы сможете только, если будете менять свое поведение. А менять свое поведение нужно исходя из ваших интересов, да? А чтобы ваши интересы были, нужно себя принимать, заботиться о себе, ценить себя, да? Чтобы отстаивать свои интересы, нужно быть уверенным в себе. Вот. И подумайте над этим. Если чего-то не хватает, мы вам поможем, чтобы хватало. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.